Слава Украине! Привет всем от Полонского! Верховный суд Украины принял окончательное, не прилежащее распариванное решение о возврате нефтепровода Самара-Западное направление в державную власть Украины, в государственную собственность Украины. Ну и скажет там, ну хорошо, и мало ли что там, господи. И объясняю в чем то дело. Дальше смотрите, дело в том, что этот нефтепровод незаконно умыкнул в 2016 году наш дорогой и любимый Сывый Гейтман Петр Олексеевич Порошенко И носил негласно второе имя нефтепровод имени Порошенко Медведчука Почему Порошенко Медведчука? Потому что вот эту всю оборудку они прокрутили вместе с незабвенным да, 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 с незабвенным Виктором Медведчуком видите, Медведчук намыкается по сей день еще, да, вот и вот сейчас у них забрали и интересна вот история, сколько Украина потеряла, Верховный суд принял еще одно решение очень интересное сейчас скажу, сколько Украина на этом деле, на этой оборудке потеряла вот, значит, ну минимум, минимум минимум того, что потеряла Украина это 210 миллионов долларов именно такую сумму Верховный суд присудил нашему дорогому жертвователю на армию кстати, поспочитайте все суммы вместе которые дорогой, незабвенный Сывый Гейтман пожертвовал на армию и сравните вот только с одним эпизодом из его, так сказать, бурной деятельности и поймете, да, соотношение одного к другому так вот, 210 миллионов каким образом? каждый год держава несла убытки в размере 41-42 миллионов долларов сама стоимость нефтепровода это такая остаточная понятное дело, что он стоит гораздо дороже но там же амортизация идет все такое составляет 23 миллиона долларов это мизер конечно же, намного больше вот и вот за с 16-го по 21-й год за 5 получается сколько? за 5 лет находясь через подставных лиц в собственности Петра Алексеевича она нанесла эта труба или Петр Алексеевич как хотите нанес ущерб в 210 миллионов долларов в державе Украина вот такая вот такая любовь к Украине вот вот все так делается видите как об этом сейчас сообщает уже и Униан и инсайдер это не я выдумал это вот можете взять зайти вот проще всего сходите на Униан это державная агенция и так далее и конечно же да вот что пишет Униан например да считаем номинальная стоимость трубы мизер как для такого актива 23 миллиона понятно за год труба зарабатывала 41-42 миллиона долларов находилась труба в собственности непонятных людей с 2016 по 2021 год сейчас про работу скажу про Женка к этому никакого отношения не имел конечно нетрудно посчитать что ущерб 210 миллионов долларов и кто же их должен компенсировать очевидно тот олигарх который зарабатывал на трубе а именно Петр Алексеевич отмечается вот в этой вот статье Униан дальше а интересно что вся оборудка проведена вместе с Медведчуком то есть вот эта вся их борьба вся их вот машина вот эта борьба Порошенко против Медведчука Медведчук против Порошенко вот эта вот схватка ну это все для лоха да вы же понимаете а теперь вот в конце Верховный суд окончательно признал за государством права собственности на украинскую часть магистрального нефтепровода Самара-Западное направление и соответственно 210 миллионов долларов должны вернуть в госбюджет что интересно что сам Медведчук признался теперь опять-таки цитату что меня не обвиняли это цитата из Униан как признался Медведчук Порошенко решал все административные вопросы по присвоению трубы суды прокуратура МКУ фонд госимущества принимал решение необходимое для личных интересов президента Порошенко вот собственно говоря конец цитаты вот собственно говоря о чем идет речь то есть делайте выводы сами еще один очень интересный момент к большому сожалению Петр Алексеевич в настоящее время не находится в Украине он поехал насколько мне известно к своим сыновьям в Лондон где они ищут дорогу к ТЦК то есть они я так понимаю они очень очень хотели бы попасть на фронт но но нету ТЦК в Лондоне они из-за этого очень страдают вот видимо может он над ТЦК им туда повез я не знаю они же призывного возраста все нормально но вот но вот но вот делайте выводы каждый сам для себя поэтому не как-то отреагировать на вот это решение Верховного Суда Украины не как-то как говорится а спорить его уже невозможно не услышать каких-то комментариев гневных мы наверное сейчас в данный момент не сможем ну вот собственно говоря делайте выводы друзья мои когда знаете это что это я почему говорю это один эпизод из жизни один а сколько таких эпизодов мы же не знаем мы понятия не имеем там на подставное лицо там на подставное там на подставное это спрут это спрут который сосал понимаете почему Украина же богатая страна почему у нас самые низкие зарплаты вот поэтому почему у нас низкие пенсии поэтому сколько олигархов есть в Германии я вам скажу ноль в Чехии один и его же сильно щемят о чем он не был олигархом сколько олигархов в Японии ноль сколько олигархов в США ноль потому что там нету людей которые да вот загробастали под себя целую отрасль плюс являются владельцами пароходов печатных изданий и так далее и так далее зато у нас и на России олигархов вот так вот вот так вот и из-за того что вот у нас вот такие схемы типа вот этого нефтепровода цвели и пахли вот поэтому у тех кто голосовал в свое время за Сывачолова Гэтмана такие пенсии у меня все пахли и пахли